Работаем так. Сейчас такая ситуация по всей Украине. Пока что, я уже говорила недавно, что пока что по всей Украине, с моей точки зрения, мы справляемся. У нас пока что еще ситуация не такая, как в некоторых странах Европы. И я считаю, что на сегодняшний день делается все, чтобы этого не допустить. Для этого существуют определенные нюансы введения этих больных. Мы постоянно обновляем нормативную документацию. Вы знаете, мы много все-таки сделали, правда же? Много приказов. Постоянно собираемся, потому что ситуация меняется со скоростью звука. Новые и новые данные появляются ежедневно, если не еженедельно. А на сколько можно доверять официальным цифрам, на вашу думку, по количеству хворых? Понимаете, дело все в том, что ни в одной стране мира официальным цифрам в таком глобальном заболевании доверять нельзя. И это, в принципе, касается не только этого коронавируса. Мы в свое время говорили об этом постоянно, когда гепатитами занимались. Статистика не соответствует действительности и не может соответствовать действительности только по той причине, что тестировать все население Украины или любой другой страны ежедневно, это, во-первых, невозможно. Во-вторых, лишено всякого смысла абсолютно. Поэтому, конечно же, наша статистика тоже не соответствует действительности. В нее, более того, вы же знаете, появляются все новые и новые данные, что вот на одного больного, например, вот это по моим приблизительным таким подсчетам, где-то может быть до 10 людей, которые не имеют никаких симптомов. Они обнаруживаются только в очагах. Я вообще против того, чтобы бессмысленное тестирование, в каком плане бессмысленное? Оно представляет просто интерес такой социальный больше. С моей точки зрения нельзя отвлекать ресурс, которого нет особенно. Слава тебе, Господи, что нам все-таки удалось удержать остатки санитарно-эпидемиологической службы в виде лабораторных центров, потому что мне рассказывают, что уже осенью вот такие были списки, поувольняли эпидемиологов, вирусологов, лаборантов собрались увольнять в сентябре и октябре месяца этого года. Слава Богу, нам удалось, несмотря на то, что творилось в средствах массовой информации, своим законопроектом, который мы делали в Минздраве, приостановить эту истерику. А сейчас уже, слава Богу, никто не говорит, что ее нужно разрушать.